Мы всегда это делали. И делаем сейчас. Опубликовали видео с избирательного участка номер 69 в Марниуле в 42 километрах от Тбилиси. В ролике видны неизвестные мужчины, которые заталкивают в урну десятки бюллетеней на глазах у сотрудников избирательного участка. В центре избирком Грузии уже объявил о закрытии этого избирательного участка. Мужчина, вбросивший бюллетени, это заместитель председателя горсовета Марниули. В правящей партии «Грузинская мечта» уже пообещали строго наказать причастных к инциденту. Поеду домой с хорошим настроением. Как можно быстрее реализовать соответствующие процедуры, чтобы предоставить общественности объективную, точную информацию в пределах нашей компетенции? Георгий Кавандаришвили, глава Центральной избирательной комиссии Грузии. Всему миру и так ясно, что произошло. И даже американские аналитики прямо об этом говорят. Правда? Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» мэр Тбилиси Кахакаладзе считает, что на проходящем голосовании в парламент Грузии выбор стоит между разными силами. «Сегодня нам, как никогда, необходим мир, поэтому выбор очень прост. Мы выбираем между силами, призывающими к войне, и силами, предлагающими мирное и стабильное развитие Грузии», — сказал журналистам на избирательном участке. Комментируя вопрос о поступающей информации по фактам нарушения избирательного процесса, заявил, что оппозиционные силы максимально попытаются накалить обстановку на участках по надуманным вопросам. «Мы готовы к таким провокациям и никому не дадим возможности дестабилизировать ситуацию. Это радикальные силы, обреченные на поражение, которые мелким хулиганством пытаются создать негативную картину», — сказал Каладзе. «Именно так. Именно так». Почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили после голосования на выборах заявил журналистам, что его выбор в пользу правительства, которое будет служить народу. «Или мы выбираем правительство, которое служит народу, или правительство, исполняющее задания иностранных государств». «Агентуре в Грузии поручено включить страну в военные действия, и вместо того, чтобы мы заботились о развитии страны, получим катастрофу», — сказал Иванишвили журналистам на избирательном участке. «Он также отметил, что этими выборами мы должны добиться освобождения политики от криминала. Мы должны добиться создания качественно нового общества, где не будет антагонизма, ненависти, поляризации», — сказал Иванишвили. «При чем здесь Россия-то?» В Грузии проходят парламентские выборы. Новый состав парламента впервые избирают не по смешанной системе, как было до этого, а по пропорциональной. В избирательной гонке участвуют 18 партий. Для того, чтобы пройти в парламент, им нужно преодолеть 5-процентный барьер. Первые предварительные результаты выборов станут известны приблизительно через два часа после закрытия избирательных участков. «Ну чушь какая-то». Президент Грузии Саламеза Ровишвили уже проголосовала на избирательном участке в Тбилиси, сообщают грузинские СМИ. Она призывала идти голосовать и напомнила, какой будет завтрашняя Грузия, зависит только от грузин. «Я отдала голос за новую Грузию, ради которой 22 года назад приехала в эту страну, за которую молились мои предки. Никто не проиграет, потому что победит Грузия». Да-да-да. В Грузии закрываются сейчас избирательные участки и начинается подсчет голосов. Мы сейчас у здания парламента. Это одна из точек, где, как планируется в ожидании результатов, будут собираться люди. Офис о правящей партии «Грузинская мечта» уже мобилизован в спецназ. Предварительные результаты выборов появятся, как обещают в Центральной избирательной комиссии, через полтора часа и оппозиция, и действующая власть называет сегодняшнее голосование судьбоносным. На кону путь Грузии в Европейский Союз. А само голосование и подсчет голосов на большинстве участков происходило с помощью специальной автоматизированной электронной системы. По всей стране и за рубежом сегодня было открыто более трех тысяч избирательных участков. С минуты на минуту появятся результаты экзит-полов, а пока я предлагаю послушать мнение избирателей на одном из участков Тбилиси, который мы сегодня записали. Я пришла отдать голос за движение в сторону Европы. Мы пришли не столько с настроением, сколько с надеждой на то, что что-то изменится. Мы на 100% надеемся на европейский путь. На избирательных участках много людей. Я не видела столько людей ни на одних других выборах здесь уже 20 лет. Поэтому я думаю, что люди приходят, чтобы что-то изменить, а не оставаться здесь, где мы есть. Мы надеемся на перемены, потому что весь народ Грузии устал быть российскими марионетками. Поэтому мы все вместе идем на выборы. В основном хочет перемен молодежь. Мы хотим нашего европейского будущего. Мы дождя не боимся. Думаю, что они боятся дождя, потому что нас и поливали, и травили газом, и били, и кости ломали. Мы все равно здесь. Я думаю, мы выиграем. И надеюсь, что когда они поймут, когда они увидят, что пропаганда не действует, все-таки кровь не будет проливаться, как минимум. Возбирательные участки в Грузии сегодня открылись в 8 утра. Одной из первых пришла голосовать президент Грузии Саламезу Рубешвили. Пришла действующий президент практически без охраны. Это важно отметить. А вот лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бедену Иванишвили на голосование сопровождала около 20 охранников. А территория детского сада, где проходило голосование, была перекрыта машинами полиции. На участок временно перестали пускать избирателей, а снимать, как голосует Бедену Иванишвили, было сложно. Его охрана брутально оцепила журналистов и собой закрывала практически весь процесс голосования. Это не просто, извините, резиновая попа. Это талант. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин